Молдавские выборы усилили преднестровскими избирателями. Молдавские выборы усилили преднестровскими избирателями к участкам массово свозят жителей непризнанной республики. Коммерсант от 24 февраля 2019 года, 15-40. На парламентских выборах в Молдавии отмечена беспрецедентная активность избирателей из непризнанного Приднестровья. К середине дня на участках, открытых для голосования преднестровцев, проголосовало почти вдвое больше человек, чем на прошлых выборах в 2014 году. Президент Игорь Дадон заявил, что подвоз организовала компания «Шериф», чьи представители инструктируют избирателей, что голосовать нужно за правящую Демпартию. Демократы утверждают, что преднестровцам платят пропрезидентские социалисты. Сообщения о том, что жители Приднестровья организованно доставляют на автобусах на участки, открытые для голосования тех, кто живет на неподконтрольной Кишиневу территории, стали появляться в молдавском сегменте Facebook с самого утра. Они сопровождались зафиксированными на видео фактами подвоза избирателей. Назывались и суммы, которые платят за голосование за нужные партии и кандидата, 20 долларов за голос. О подвозе избирателей заявил и президент Молдавии Игорь Дадон. Одним из фаворитов этих выборов является пропрезидентская партия социалистов. По словам господина Дадона, доставку избирателей на участки организовала фирма «Шериф», чьи представители призывают избирателей голосовать за демократическую партию олигарха Владимира Плохотнюка. «Я понял, что шериф дает указание, чтобы преднестровцы голосовали за демократическую партию. У меня есть информация, что люди категорически против этого. Я знаю, что наблюдатели ОБСЕ и СНГ находятся на этих участках и проверяют ситуацию», — сказал молдавский президент. В Демпартии, в свою очередь, заявили, что преднестровцам платят за то, чтобы они голосовали за партию социалистов. «Граждане сообщили нам, что представители партии социалистов предлагают людям из Приднестровья деньги за голосование и за их кандидата», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Демократической партии. Фото — Александр Меридонов, коммерсант. «Шериф» — крупнейший преднестровский холдинг, который принадлежит бизнесмену Виктору Гушану. В 2016 году президентом непризнанной республики стал Вадим Красносельский. «Поддержанный шерифом и партией обновления, которая контролирует местный парламент и финансируется холдингом». Глава ЦИК Молдавии Алина Руссу, комментируя сообщение о подвозе избирателей, сказала, что жители Приднестровья демонстрируют среднюю активность. К этому часу в 47-м одномандатном округе, в котором голосуют наши граждане из Приднестровья, проголосовало более 8,5 тысячи человек, а в 48-м округе более 7,7 тысячи. Для сравнения, в Бричанском округе проголосовало более 16,4 тысячи человек. В большинстве округов Кишинева тоже средняя активность избирателей, отметила госпожа Руссу. Бывший советник президента Молдавии Марк Ткачук о смысле парламентских выборов. Между тем на прошлых парламентских выборах, которые проводились в 2014 году, в общей сложности проголосовало чуть более 9 тысяч избирателей из Приднестровья. Выборы в Молдавии проводятся по смешанной системе, половину депутатов парламента изберут по партийным спискам, а остальных по одномандатным округам. В Приднестровье сформировано два одномандатных округа. Фото – Александр Меридонов, коммерсант. Нынешние выборы – ключевое политическое событие, поскольку реальную власть в стране, являющейся парламентской республикой, получит тот, кто будет контролировать законодательный орган. Согласно опросам, опубликованным до выборов, в парламент гарантированно проходит пророссийская партия социалистов, оппозиционный блок «АКН». Сейчас, в который входит партия «Платформа достоинства и правда и действия и солидарность» и правящая Демпартия. В выборах уже приняли участие 32,5% избирателей. Участки закроются в 20 часов по московскому времени. Владимир Соловьев, Кишинев.